Так, где печка будет? Печка у нас будет располагаться вот здесь. Здесь у нас будут перекрытия. Пока печка только в проекте, говорит Екатерина Азаева. Но уже через 2-3 месяца оборудование можно будет использовать для выращивания урожая. На участке почти все для этого есть. Это бочка кубовая. Она будет размещена на высоте. Для капельного полива в нее будут ставлены шланги. Установлен датчик для подачи воды. На растения. Также нами закуплена пленка. Наружный слой пленка немецкая технология. Она выдержка сильнее поликарбоната идет. То есть на 1 квадратный метр 200 килограмм нагрузка снега. В суровых сибирских морозах вырастить огурцы, помидоры и болгарский перец без химикатов. Вот о чем мечтала жительница Коголыма Екатерина Азаева этой зимой. С наступлением тепла начала делать конкретные шаги навстречу к заветной цели. Для начала подала заявку на регистрацию крестьянско-фермерского хозяйства. Потом обратилась за поддержкой в администрацию города. Мы разработали бизнес-план. Вышли в сентябре месяце на два гранта. Нас администрация города поддержала с нашим проектом. Мы оформили землю, договор аренды на пять лет с последующим выкупом. Полтора гектара земли приобрела Екатерина при содействии города. В ее планах построить высокотехнологичную теплицу длиной 85 метров. Овощи будут расти не в земле, а на кокосовом субстрате. В агрономах тоже нет нужды. Запалив, обогрев и вентиляцию будет отвечать автоматизированная система. 750 квадратных метров размер котлована, то есть будущей теплицы. Раз в год по проекту здесь можно будет собрать 20 тонн помидоров и 37 тонн огурцов. До огурцов еще надо дорасти, а пока необходимо создать все условия. Например, провести электричество. И здесь Екатерине пошли навстречу. Администрация вышла на округ и сделали целевую программу именно для проведения света для фермеров, для крестьянско-фермерского хозяйства. И в этом году нам администрация поставила, провела освет по периметру каждого участка. То есть каждый может подключиться от любого угла, от того, который ближе к нему. Мечты требуют вложений, делится будущий фермер, особенно материальных. Помимо того, что выделены были гранты администрации города, это было выделено 800 тысяч. Ну и полтора раза потрачено своих, потому что каждая работа стоит денег. Почти 2 миллиона потрачено, да. Кстати, при строительстве агропромышленного комплекса Екатерина сэкономит и на рабочей силе. Она заключила договор с Центром занятости населения. Люди, которые нуждаются в трудоустройстве, смогут поправить свое материальное положение, работая на участке. А предпринимателю по программе трудоустройства компенсируют часть выплаченного людям вознаграждения. Планируется, что первый западный сибирский урожай жители Когалыма смогут попробовать на вкус уже в августе. Светлана Сопрыкина и Николай Горкуша. Специально для новостей.